Под минометным огнем российских оккупантов при фронтовой поселок Новгородское. С минувшего вечера там слышны звуки разрывов снарядов. Интенсивность вражеского огня смог оценить наш корреспондент Игорь Меделян. Он провел ночь на позициях украинских бойцов. Называть сепаратистами, а по-простому сепарами, здесь привыкли российских оккупантов. Своё пренебрежительное прозвище враг получил в начале войны, когда доказательств российского присутствия на Донбассе было немного. Звук стрельбы вражеских крупнокалиберных пулемётов и гранатомётов периодически обрывает то свист, то разрыв мины. Миномётчики стреляют по разным целям. Вот мешают журналистам записать интервью с бойцом. Они не могут отличить, то ли это военный, то ли это местный житель. Они просто работают, видят человека и пытаются его убить. Обычно всё происходит по схеме, говорят бойцы. Сначала оккупанты запускают над ними беспилотник с камерой, затем начинают стрелять. С помощью дрона корректируют огонь, поэтому военные пытаются сбивать воздушных разведчиков. С этих опорных пунктов видна оккупированная горловка. Там светят фонари. В посёлке Новгородское, которое защищают эти бойцы, свет выключают ещё до сумерек. Враг любит стрелять по огням. Вот так от бессонницы мы скоро будем падать все. За четыре года войны молодёжь разъехалась. На окраине посёлка остались жить пенсионеры. Их с вражеских позиций видно, как на ладони. Не отчаяться под обстрелами помогают маленькие радости. Для этого мужчины – это ручные голуби. Разводят их в своём дворе. Ради этого и живёшь. Смотришь на голубей и уже любуешься. Простреливали. Я думаю, что сейчас будет затишье. Мирных украинцев здесь защищают такие же люди. До войны обычные гражданские. Они ушли в армию, чтобы противостоять российскому вторжению. Дмитрий был водителем троллейбуса. С войны его ждут жена и дочь. Сейчас у дочки будет день рождения 9 лет. Нужно будет купить какой-нибудь подарок. Больше всего в свой праздник она надеется увидеть папу. Это будет лучший подарок. Как и для тысяч других украинских детей, которые каждый день ждут своих отцов и матерей с войны. Игорь Меделян, ЮЭй ТВ.